Здравствуйте! В Грузии очередной переворот. 8 марта протестующие в Тбилиси потребовали властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции. Впоследствии демонстранты начали строить баррикады, а позже между ними и спецназом начались столкновения. Теперь уже на КПП Верхний Ларс выстроилась очередь в 2 км в российскую сторону. Отношения к мигрантам в Грузии сильно ухудшились, да и денег за гостеприимство хотят уже каких-то несообразных, честно говоря. Теперь еще и закон об иноагентах. А откуда денег-то брать? Но законопроект неожиданно отозвали. Революции пока не случилось. Снова публикую номер карты Сбера. Если у кого не получается, Тинькова. Вот еще ссылка на YouMoney. Спасибо всем, кто помогает каналу. Огромное спасибо. И не забываем репост. Тоже очень важно. Кратко. В Нижневартовске задержали местного жителя, который забаррикадировался в квартире с трехлетним сыном. Никто, слава богу, не пострадал. Украинская страна полностью прекратила энергоснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре, а в Харькове прекратил работу электротранспорт. Число пострадавших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на улице Боровой в Чите увеличилось до трех. Зачем 8 марта чествовать неонацистов? Ну, сам я тоже не очень понимаю. Вот посол России в Вашингтоне Антонов высказался о присуждении награды «Отважные женщины», переводится, члену украинского националистического батальона «Азов», запрещенного в России, как террористическая организация Юлий Паевской с позывным «Тайра». Церемонии награждения, которая прошла в Белом доме, прилине участия госсекретарей Антони Блинкен и первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден. «Это позор! В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов!» Говорится в заявлении дипломата, которое было опубликовано на официальном сайте посольства РФ в США. По словам чрезвычайного полномочного посла России в США, четыре года назад Конгресс США потребовал у госсекретаря включить «Азов» в перечень иностранных террористических организаций. Ну, в общем, правильно возмущается-то посол, но совершенно не тем. Праздник, по сути, своей левый, придуман и проведен через ООН коммунистами. Так с какого же рожна по случаю этого праздника награждать антикоммунистов? Ну вот представим себе, что стало бы с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, попадись они в лапы Азова. Собственно, нацисты их и убили, даже представлять-то особо нечего. К тому же в США 8 марта не является официальным праздником. При том, что именно в Штатах этот праздник и зародился, и первый раз его отметили в 1909 году в Нью-Йорке, где праздник был организован Социалистической партией Америки, чтобы почтить годовщину так называемого «Восстания 20 тысяч», которое было организовано самым крупным женским профсоюзом США, международным профсоюзом дамских портных. Но с самого начала праздник носил оппозиционный оттенок, и власти США его так и не признали, хотя ещё в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государством объявить его Днём борьбы за права женщин и международный мир. Но где угодно, только не в США. Зато можно чествовать неонацистов именно в этот день и на государственном уровне. Кстати, США были одной из последних стран, где были приняты избирательные права женщин. 19-я поправка Конститута США, дававшая эти права, была внесена в Конгресс ещё в 1878 году, но была принята лишь в 1920-м. Год спустя лишь была ратифицирована необходимым числом штатов. В 1922 году поправка была оспорена в Верховном суде США, который, однако, единогласно отклонил этот иск. Окончательно же равные права женщин в США были закреплены лишь в 60-е годы прошлого века при президенте Кеннеди. А закон о равенстве в жилищном строительстве, который запретил дискриминацию по признаку пола при продаже, аренде, финансировании и кредитовании жилищного строительства, был принят только в 1968 году. А акт о равных возможностях в трудоустройстве был принят вообще только в 1972 году. Лишь 0,001% человечества дышит чистым воздухом. Ученые Университета Монаш в Мельбурне оценили доступность чистого воздуха в мире. Только 0,18% мировой площади суши или, опять же, 0,001% населения всего мира дышит воздухом с концентрацией загрязняющих аэрозолей ниже уровней рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения, сообщает в статье, опубликованной в самом авторитетном медицинском журнале мира «Ланцет». А как же все эти голубые зоны и особенно вот элитные поселки под Москвой с идеальной экологией? Что там в остатке? Гималайи? Антарктида? «Беженцы с Украины рассказали об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии». Цитата. «Я чувствую, что многие немцы злы на нас», – заявила Ирина, проживающая в городе Массен к северу-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее дорогой машины, потребовав отправить деньги на Украину и выезжать. Живущая в Рейдеболе украинка по имени Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями. Также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль. Как пишет МДР, неоднократно фиксировали случаи, когда в Массене и Бишопсверде прокалывались шины на автомобилях с украинскими номерами. А во время демонстрации в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес. В Германию за последний год прибыло свыше одного миллиона просителей убежища с Украины. Ну, в общем-то, вот и весь ответ на вопрос, почему. Во-первых, миллион беженцев слишком много даже для Германии. А во-вторых, весь негатив по отношению к федеральному правительству на востоке Германии сейчас получают украинские беженцы. Далеко не все в Германии в восторге от Шульца. Еще меньше в восторге от диктата США. И совсем не все против Путина с российским газом. И абсолютно все хотели бы, чтобы все было как раньше. Ну, а беженцы тут, конечно, ни при чем. Они просто крайние. КОНЕЦ КОНЕЦ